Итак, всем привет, с вами Дубгай, и сегодня я расскажу вам про обуз хлебных законов. Относительно недавно его нашли и начали использовать. Он крайне силен, он помогает вам принять на старте свободную конкуренцию, а также добыляет вам очень много лоялистов. И так как у вас аристократы захотят принимать тот закон, то и удовольство. А перед непосредственным началом данного гайда я порекомендую вам подписаться на канал, поставить лайк под этим видео и поехали. Сначала вам нужно будет получить запись в дневнике о хлебных законах. Делать это просто. Вам нужно экспортировать зерно куда-либо, без разницы, как это выгодно или не выгодно, и затем найти это зерно здесь и поставить поощрить экспорт. И вот запись хлебных законов появилась. У нас они сейчас в стране происходят. Чтобы они завершились, нужно всего лишь снять с пошлины зерна. Как вы можете видеть, это даст нам 10% лоялистов от рабочих, это неплохо. Но минус 5 одобрению. Если дождаться нужного ивента, то это минус 5 уйдет, а лоялисты останутся. Но это не все. Сейчас вам покажу, какие еще ивенты прокаются с этой записью и почему это так сильно. Причем это все можно сделать буквально на любой стране, кроме, по-моему, изоляционизма, потому что там, соответственно, нельзя делать эти торговые пути и нельзя поставить пошлины. На любых других странах вроде как можно. Если это не так, вы можете подправить меня в комментариях, но я пока не встречал страны, на которой этого нельзя было бы сделать. Итак, у нас прокает первый ивент. Ну, они вообще могут быть в разной последовательности и разные ивенты имеются. Он дает политическую силу аристократам. В среднем это плохо, но это хорошо после того, как другой ивент прокнет. И 10% населения аристократов становятся лояльными. То есть вы себе просто спавните кучу лоялистов, а так как это аристократы, то вы добавляете одобрение как раз таки австрийским аристократам, то есть вашим землевладельцам. Это, конечно же, может потом отменить законы, которые они не хотят отменять. И вот оно, тот самый ивент, которого я и ждал. Первый персонаж появляется в Австрии. Игра не говорит вам, что за первый персонаж, и вам может показаться, что это что-то не очень здесь просто лоялист, а здесь минус популярность. Но появляется персонаж, и смотрите. Это рыночный либерал на как раз таки землевладельцев, который хочет принять свободную конкуренцию. И вы просто со старта игры принимаете сильнейшую экономическую систему. И вы можете уже хлебный закон отменить. И видите, минус 5 одобрения уже здесь не имеется. Вы просто делаете вот так. И получаете еще себе 10 лоялистов из рабочих и грестьян. Плюс 3 миллиона лоялистов. Просто из ничего. Мы потратили на это буквально ничего. Мы только всего лишь поэкспортировали зерну. Теперь вам не составит рна принять свободную конкуренцию, а затем вы получите дополнительную лояльность как раз таки к своим землевладельцам. За счет чего вы сможете принять закон, который они бы не хотели принимать, как я уже и сказал. Но это все. А буст невероятно простой, но при этом невероятно сильный. Как я уже упоминал, обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Здесь периодически выходят какие-то обучающие видео по Виктория 3 плюс прохождение по Виктория 3. Ставьте лайк под этим видео и оставляйте комментарии. Всем пока.